Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели. А поскольку все новости, которые мы обсудим, будут касаться денег, поэтому я пригласил в собеседники нового гостя, экономиста, советника, председателя правления Халык Финанс, Мурата Тимирханова. Смотрите в выпуске. Доллар резко вырос по отношению к тенге, но и рубль тоже. Почему? И что нам ждать дальше? Вице-министр национальной экономики презентовал новый налоговый кодекс в Национальной палате предпринимателей Атамикен. Что изменится для предпринимателей? Какие подводные камни ждут их в новом кодексе? Сенат одобрил новый законопроект о госзакупках. Смогут ли законодатели исправить порочную систему? Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал Гиперборей, нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарю вас за поддержку нашего канала, которому скоро исполнится 5 лет. Коп-коп Рахмет, огромное всем спасибо. Вы с Бергемез, мы делаем Гиперборей вместе. Поддержать канал можно донатами, легче всего через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов PayPal. Все ссылки, номера и реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. Просьба делать приписку «Донат в дар или благотворительность». А мы начинаем. Мурат, добрый день. Здравствуйте, Вадим. Спасибо за приглашение. Итак, на прошлой неделе, 12 июня, Московская валютная биржа прекратила торги долларом и евро в преддверии американских санкций, которые на нее наложил Минфин Соединенных Штатов Америки. На этой неделе доллар резко вырос по отношению к тенге, но и рубль тоже. Пожалуйста, объясните нашей аудитории причины такого парадокса. Давайте начнем с тенге. Потому что, в принципе, если можно было сказать где-то до войны на Украине, в 22-м, когда началось, что тенге как-то было, скажем так, национальным банком, немного увязано с рублем, то, в принципе, с началом войны эта увязка пропала. Поэтому на данный момент я могу практически однозначно сказать, что такой увязки нет. То есть никакой связки рубля, тенге нет. Это мы хорошо видим уже последние 22-й, 23-й и в этом году. Мне понравилось, вчера выступал в Сенате, по-моему, не выступал, а давал интервью. В Сенате глава Назбанка Тимур Сулейменов. Вот он, в принципе, коротко объяснил, почему, что происходит с тенге, почему он слабее по отношению к доллару. Давайте я немножко более подробно на цифрах объясню, потому что я с ним полностью согласен и, в принципе, объясню более детально, потому что у него, наверное, мало было времени достаточно. Почему у нас тенге был крепок до мая месяца? В прошлом году были скачки, но к концу года курс там 450 где-то в районе был, а в мае аж 442 тенге за доллар, то есть, ну, сильно укрепился. В чем объяснение? Ну, в прошлом году два объяснения было. Это экспорт, импорт очень неплохо. Ну, разница между экспортом и импортом, это торговый баланс у нас был на высоком уровне. Это оказывало, ну, как положительный фактор на укрепление тенге. И второй фактор, очень большой был, это трансферты из НАЦФОНД. В прошлом году были трансферты из НАЦФОНД 5,3 триллиона тенге. Это включая 1,3 триллиона, 4 триллиона тенге было через бюджет, и 1,3 триллиона тенге, если вы помните, в октябре Казмонайгаз, НАЦФОНД купил акции Казмонайгаза на 1,3 триллиона тенге. Это попало в бюджет, то есть, с НАЦФОНДа фактически 5,3 триллиона тенге получил бюджет. 5,3 триллиона – это за все время рекордная цифра, и, ну, по моему мнению, это избыточно, но это отдельная история. Как трансферты эти работают? То есть, по правилам НАЦФОНД держится в долларах, ну, в валюте, держится за рубежом, и когда нужны деньги в бюджет, то доллары продаются на бирже. Естественно, они влияют на курс. То есть, когда я много продаю долларов на бирже, есть большое предложение долларов, соответственно, доллар слабеет, а тенге укрепляется, потому что много предложений, покупателей мало, естественно, курс укрепляется. На этот год трансферты, если в прошлом году были трансферты 5,3 триллиона тенге, то на этот год в бюджете утвердили 3,6 триллиона тенге. То есть, это на 32% меньше, чем в прошлом году. По идее, в начале года, когда мы знали, что 3,6, что было в прошлом году 5,3, будет 3,6, на 30% продажи валюты уменьшится, наш прогноз от Халык Финанс был, мы на моделях строим, делаем это. Курс будет 485 на конец года, потому что это старый прогноз, потому что продажи резко сократились на 30%, естественно, предложения на рынке меньше, спрос тот же самый, курс должен слабеть в таких условиях, как, опять же, сошлюсь на главу Нарсбанка, это фундаментальный фактор, то есть, спрос предложений влияет на курс тенге. Это наш оригинальный курс тенге, ну, не как, прогноз 485, но то, что мы видим до конца мая. До конца мая было продано, использовано трансфер из 3,6, 2,5 триллиона. То есть, еще полгода не прошло, 5 месяцев, уже потрачено 70% трансфер. Почему это происходило? Потому что, если вы посмотрите, как исполнялся налоговые доходы бюджета за вот эти месяцы, там порядка 20% плюс-минус по корпоративному подоходному неисполнению, по НДС неисполнению, то есть, расходы надо делать, это социальные расходы, инфраструктура у нас проблема, расходы остаются на том же уровне, доходов нету, и правительство было вынуждено потратить до конца мая 70% всех трансфер. Это вообще нонсенс. То есть, ты планируешь 3,6, тратишь 70% на конец мая, это нехорошо, мягко выражаясь. Теперь, как это отразилось на курсе? Поскольку ускоренно изымает нацфонд, доллары продают, то, например, в среднем с нацфонда с начала года до конца мая в месяц продавали где-то 85 миллионов долларов из нацфонда, ускоренными темпами. То есть, там в январе было 1 миллиард 100 миллионов, в мае 800 миллионов, но в среднем где-то 850. То есть, это избыточное, потому что, ну, не планировалось такое, это избыточное предложение долларов на рынок, поэтому мы видим, что до мая, вот в мае было даже 442 несколько дней, это только причина одна, потому что много долларов продавалось из нацфонда. Теперь, уже начиная с июня, 70% потрачено, приходится сокращать трансферты из нацфонда. И мы еще не знаем, какие трансферты будут в июне, но уже нацбанк объявил. То есть, 800 миллионов было продано в мае, а уже в июне по планам мы планируем всего 400 миллионов. Вот представляете, мы 850 в среднем продавали ежемесячно до конца мая, а потом раз, два раза, больше, чем два раза сократили продажи. Естественно, продажи сократились, предложения на валюту сократились, спрос остался тем же, что будет. Мы сейчас видим этот эффект, когда с 442 где-то самый минимальный курс в мае был, до 465, вот сейчас курс нацбанк. Мурат, вы имеете в виду, что на курс тенге влияет только внутренние причины? И вот корреляции с тем, что случилось на московской валютной бирже, нет вообще? Да, это я конкретно подтверждаю. Курс где-то был в районе 90, пока вот это событие не случилось. То есть вот эта санкция на биржу фактически запретила официальные биржевые торги долларами и евро. То есть через биржу невозможно покупать, продавать. То есть раньше, как и у нас на бирже, все было прозрачно, было видно, сколько предложений, сколько спроса, какие объемы, как курс менялся. Сейчас это в один момент раз и пропал. Были биржевые торги, теперь как формируется курс рубля официальный, так сказать. Есть небиржевые торги между банками, гораздо менее прозрачная система, они как биржевые торги. И он каждый день вне биржи, центральный банк смотрит, как продается, покупается на небиржевых торгах между банками. И, исходя из этого, в конце дня устанавливает курс рубля к доллару. Он уже дал индикатор, что он будет привязывать курс доллара к рублю к юаню, потому что юань продолжает торговаться, там санкции на бирже. То есть через кросс-курс, то есть юань к доллару, будет формироваться юань к рублю, это через биржу, и, соответственно, доллар к рублю будет сформироваться. Это очень плохо, потому что не видно рыночных механизмов, непонятно, что происходит. Но если курс... Там были такие прогнозы, что вот теперь все рухнет, все изменится, там курс за 100 убежит, рубля к доллару. Но этого не произошло. Почему? Потому что если он где-то в районе 90 торговался, плюс-минус до санкций, потом неожиданно он окреп к доллару. И, соответственно, если он окреп к доллару, поскольку у нас торги тенге рубль никак не меняются, то есть он окреп по отношению к тенге. А за счет чего к доллару окреп рубль? Волевым решением просто? Нет. Это... Я думаю, это временный процесс, потому что рынок приспосаблив... То есть произошло резкое изменение системы. Рынок приспосабливается, и мы уже видим шаги. То есть до этого в России фактически очень жестко по продаже долларов. То есть сам Назбанк продавал доллары через биржи для Минфина. Плюс было правило, например, экспортеры обязаны продавать 80% своей выручки на биржи. То есть это обязательство остается. Это дает приток валюты... Раньше это было на бирже, теперь на внебиржевом рынке. Продажа валюты вне биржи остается, то есть правило не изменялось. А импортеры сейчас стараются приспособиться к текущей ситуации. Непонятно, как взять доллары, как оплатить. То есть российские эксперты говорят, что импортеры пока еще не приспособились, как платить за импортируемые товары. Экспортеры продолжают экспортировать нефть, никто не перекрывал, она как и шла, и шла. То есть предложение валюты было большое, идет большое, а покупки валюты... Поэтому опять с чисто рыночных точки зрения понятно, почему до 82-х, например, курс на Центрального банка, вот в четверг был, это, наверное, самый крепкий курс, не помню за какой период, 82 доллара... Ой, рубля за доллар. Это официальный курс Национального банка России. То есть он существенно укрепился, вот это укрепление невыгодно России, бюджетовый, и они решили, если раньше было правило, экспортеры должны продавать 80, а безайловка, то теперь 60. То есть вот это предложение уже сократилось, и мы уже, например, в пятницу уже было видно, сейчас курс Центрального банка, официальный курс России, 87, было 82 там в среду или в четверг, сейчас 87, то есть предложение сократилось, уже оно возвращается, ну, так, к уровню 90, в районе 90. То есть, в принципе, я думаю, что за 100, 100 не перескочит рубль, потому что экспорт нефти, несмотря на санкции, продолжает идти, импорт сокращается за санкции, то есть курс в районе 90 как был, так и останется, сейчас вот из-за временных таких колебаний он укреплялся, сейчас уже, судя по всему, возвращается обратно, то есть, в принципе, ни российские эксперты, ни халык финансов, мы не ожидаем, что каких-то таких катастрофических девальваций, как это, ослаблений курса рубля к доллару, может произойти. То есть стоит ожидать, что вот этот период волатильности заканчивается, и рубль по отношению к тенге вернется где-то к 1 к 5, да? 1 к 5, да. Примерно так. Это будет зависеть от того, какой курс тенге будет к доллару. Вы сказали, что старый прогноз, к концу этого года, курс тенге к доллару будет 480, а новый какой? У нас был курс 485, это если бы 3,6 триллиона сохранилось тенге от транспорта. Мы уже, сейчас мы изменили наш курс на 465. Сейчас 465 курс, а мы поставили 465 на конец. Объясню почему. Уже 100% отмыл уверены, из-за недостатка, недополучения налогов, правительство будет вынуждено увеличить транспорты с 3,6 по нашим расчетам где-то 4,5-5 триллионов тенге. То есть практически чуть ли не вернуться к рекордному уровню прошлого. Но информации все время не было, но мы тем не менее сказали, если они где-то 4,5 и 5 триллионов тенге увеличат с 3,6, то опять это увеличит продажи валюты, то есть это поддержит валюту, ну, курс тенге, он уже все равно ослабнет, потому что это не 5,3 триллиона, как в прошлом году, и курс будет, по нашему мнению, 465. И то, что мы сейчас видим, именно то, что мы говорили, что так и получится, так и получилось. Сейчас стало известно, что такую же схему с Казатом Промом собирается использовать. Сумма неизвестна, но я думаю, это близко к одному триллиону тенге будет. Это уже однозначно увеличит, на 1 триллион или там плюс-минус гадать только приходится, потому что информации нет, это увеличит продажи. То есть, скорее всего, от 465, как только, чтобы акции купить, будут продавать валюту, это опять продажи увеличатся. Последний вопрос по этой теме. Какой образ финансового поведения вы рекомендуете граждану Казахстана в этой ситуации? Ну, никакой. В принципе, скорее всего, курс чуть-чуть ослаблен в тенге. Какого-то рубль, скорее всего, вернется где-то к 5 балансу. В принципе, вот это наш прогноз. Будет ли он верен, будет ли он не верен, это зависит от много факторов. Но наш прогноз такой, какой-то паники или какие-то нет абсолютно. Ну, справедлив ли ваш прогноз, мы узнаем через полгода. Тогда и сравним. 20 июня вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал новый налоговый кодекс в Нацпалате предпринимателей Атамикен. Ваше мнение об этом документе? Та налогореформа, которая задумывалась, она не выполнит своих задач. А задачи очень серьезные. Налоги – это часть налогово-бюджетных систем. То есть, когда мы смотрим комплекса, мы должны смотреть, как формируется бюджет. Вот мы видим уже, начиная с прошлого года, проблемы с бюджетом. В каком характере? То, что 5,3 триллиона тенге, было рекордное использование Нацфон. Расходы бюджета растут из года в год. Их сократить трудно, но они слишком быстро растут. И там много неэффективных расходов. Но нету ни нефтяных налогов. То есть, вот этот НДС, корпоративный подоходный налог, он не собирается достаточно, чтобы покрыть расходы бюджета. Вот сейчас нефть высокая. По правилам Нацфонда, когда нефть высокая, экономика у нас отлично растет, должна расти. Вот и 5,1 в прошлом году выросла ВВП. Налоги должны отлично собираться. Использование Нацфонда должно быть минимальным. Он должен переходить в накопительный режим. То есть, у нас Нацфонд должен расти именно сейчас, когда при цене 80-85 долларов за баррель, он должен быстро накапливаться. А у нас происходит, вот сейчас 85 долларов, или 80 было в начале этого года, мы видим, что приход высокий, ну и расход еще более высокий. То есть, у нас при высоких ценах на нефть не растет бюджет, не растет Нацфонд. У нас возникает проблема с дефицитом бюджета, поэтому нам нужно увеличивать несырьевые налоговые доходы. Это крайне важно. Потому что, если завтра нефть упадет, например, с 80 до 40, у нас Нацфонд быстро растает, и у нас не будет доходов, чтобы оплачивать пенсии, образование, медицину, инфраструктуру поддерживать. То есть, уже будет катастрофа. И нужно увеличивать налоги. Понятно, предприниматели, население, все хотят налоги платить меньше. Это, как говорится, понятная логика. Но роль государства – собирать налоги и платить за медицину, образование, инфраструктуру, чтобы за безопасность, за оборону, за социальные услуги какие-то. То есть, сейчас, если бы не было нефти, мы бы не смогли бы, нам нужно было бы катастрофически сократить расход. Мурат, бывает философия сбора налогов? Одна бывает другая. Первая – это стричь шерсть с овцы, то есть с бизнеса. Вторая – драть три шкуры. Вот философия вот этого налогового кодекса, она какая? Драть три шкуры или стричь шерсть? Правительство не может найти правильный баланс. Оно говорит, мы хотим поддержать бизнес, там мы на обрабатывающую промышленность вместо 20% сделаем 10%, на образование, медицину сделаем налоги 10%, но не объясняет, каким образом тогда, если нефть упадет, как это будет все финансироваться. То есть, вот здесь самый большой конфликт, и оно пытается сказать, мы будем помогать бизнесу налоговыми льготами. Но, давайте так, вот до 2006 года корпоративный подоходный налог был 30%, НДС был не 12%, как сейчас 16%, подоходный налог на индивидуальный был прогрессивный, не 10%, как и все. То есть, кто больше платил, тот платит больше, у кого мало доходов, они метод. Но, в любом случае, до 2006 года у нас экономика вот так росла, потом началась нефтяной, дождь на нас палился, потому что и производство увеличилось, цены увеличились. Взяли, сократили налоги, сделали вместо 30% 20% корпоративные, с 16% до 12% НДС сократили, сделали социальные, уменьшили, индивидуальные подоходные налоги уменьшили. Думали, ну все, теперь у нас все будет нормально. Но, и одна основная функция была, это сделать, стимулировать бизнес, чтобы у нас диверифицировалась экономика, чтобы у нас теневая экономика уменьшилась, то есть, уже с тени перейдут, поскольку налоги уменьшились и так далее. Но у нас доходы бюджета резко, не сырьевые сократились, но диверсификации не прошло, теневая экономика не уменьшилась, ничего лучше не стало, но бюджет, вот мы видим уже по 23-му году, я вижу по 23-му году, потому что рекордные 5,3 триллиона тенге были использованы, бюджет уже трещит по швам. Это при цене за 83 тенге, ой, доллара за баррель. Поэтому, то, что мы, например, рекомендуем, мы говорим, давайте вернемся к тем частичным, не полностью, к тем налогам, которые были до 2006 года, когда экономика Казахстана прекрасно развивалась. То есть, давайте сделаем ЭДС, вернем с 12 на 16 обратно, введем прогрессивную шкалу, но самое главное, нужно очень жестко к налоговым льготам относиться. Потому что есть куча, множество опыта международного, мы приводили его. Все эти налоговые льготы, вот, например, это официальная цифра, приведенная презентацией Амрина, что 3,3 триллиона тенге ежегодно не получает бюджет из-за налоговых льгот. На самом деле, их больше. На самом деле, он не посчитал, он только по налоговому кодексу прошелся, а мы кучу, особенно в металлургическом секторе, нараздавали кучу налоговых льгот. А вот кому эти льготы идут? Они же идут крупному бизнесу. Да, да, да. Автопробу, нет НДС, нет таможенных пошлин, и еще возвращают утиль сбор. То есть, до 40% стоимости автомобиля отечественного компенсирует государство. Вот, пожалуйста. А еще кому? Металлургический комплекс, да? Это группа ИРДЖИ, группа Казахмэйс, да? То есть, крупный бизнес, олигархи, до сих пор купаются льготы. Вы же помните, Азия авто была против нее, против Балушкина, судебный этот. Вспомните, на 178 миллиардов претензий государства, что мы дали тебе 178 миллиардов, ничего не получили. Вот это как раз масштабы. Самый большой получатель это именно сырьевой сектор, металлургический и так далее. То есть, вот представляете, где-то порядка 4-5 триллионов ежегодно недополучает доходов бюджета. Если так, можно судить, каким образом? То есть, если бы они полноценно платили, они бы заплатили, а тут государство опять им вернуло 4 триллиона тенге. Это просто громадная цифра. А эффект какой? Диверсификации нет, ничего нет. И все говорят, международные эксперты, организации, МВФ, Всемирный банк, ОССР, что нельзя так делать, нужно эти льготы убирать, потому что они не рыночные, дают недобросовестную конкуренцию на рынок, снижают доходы бюджета. Нужно что-то с этим делать. Скажите, пожалуйста, а вот эти льготы крупному бизнесу, они остаются в налоговом кодексе, в новом? Обещают пересмотреть, но опять, это будет касаться, может, будущего, а мы уже сейчас раздали кучу льгот, и нет, даже еще хуже, я бы сказал. Сейчас планируется, так называемая, дифференциация налоговых ставок, то есть 20% корпоративного подоходного налога для всех, а потом пишется, обрабатывающая промышленность там определенная, 10%, медицина, образование, лизинг, а 3%, то есть льготы как были, остаются. Самые льготы большие у нас у сельского хозяйства, сельское хозяйство платит налоги в 10 раз меньше, чем государство субсидирует. А эффект где? У нас сельское хозяйство неконкурентоспособное, то есть, то, что нам не хватило, чтобы кто-то сделал бы вот этот анализ, просчитал, насколько будет устойчивый бюджет, и дал предложение, этого ничего нету, то, что было сказано, это какие-то косметические изменения, они не решают проблемы. Мурат, ну вот я не думаю, что предприниматели скажут вам спасибо за ваше предложение, вот вернуть те ставки, которые были до 2006 года. Вот в этой презентации я прочитал отчет на сайте Нацпалаты предпринимателей, они говорят, что 70 предложений наших вошли, в том числе, они предлагалось же НДС увеличить от 16 до 20%, оставили ставку 12%, и Нацпалата считает это своей заслугой. В принципе, я их понимаю, я сам мелкий предприниматель, пусть сначала вот ликвидируют все эти вне бюджетные фонды, вот эти льготы. Кстати говоря, вы упомянули Балушкина, таких же предъяв не было группе компаний Allure, Андрея Лаврентьева, правильно? К Балушкину, потому что просто хотели отжать Азия Авто, у него и БИП как-то, что и удалось, Масимову с компанией. Вот. То есть, сначала разобраться с крупным бизнесом, с теми льготами, да, а потом уже драть третью шкуру с обычных предпринимателей. Правильно. Налог, перед тем, как поднимать налоги, а по нашим расчетам, по моим расчетам, их поднимать надо, потому что иначе невозможно будет выплачивать пенсии, невозможно будет увеличивать расходы на медицину, образование невозможно. Это с одной стороны. Но мы, как вы правильно сказали, любое повышение ставок должно предваряться вот этими ревизией налоговых льгот обязательно. Может, даже если правильно сделать ревизию и кардинально сделать ревизию, может, и не надо будет поднимать. Мы так и написали. Может, и не нужно будет процентной ставки. Но и другая проблема. Очень четко нужно понимать расходы. У нас куча в бюджете неэффективных расходов не социальных, так называемых, на развитие, на субсидии. Вот эти, фактически, вот эти 4-5 триллионов, которые недополучают на налоговых льготах, это субсидии. То есть, я бы, если бы 20% заплатил, я бы эти 5 триллионов направил в бюджет, а бюджет мне фактически обратно вернул. То есть, вот эти субсидии надо убирать, пересматривать эти расходы. с этим я абсолютно верю, но, скорее всего, даже если мы все четко сделаем, скорее всего, нам не хватит. Все равно, например, НДС поднять с 12 до 16, бизнесу от этого не холодно, не жарко будет, это я могу на цифрах доказать, но 2,7 триллиона, будем страдать все мы, вы, я как конечный пользователь, покупатель продукции, я один год пострадаю, инфляция вырастет и так далее, но это будет отразовый эффект, но потом, в любом случае, уже это не будет влиять, но это даст 2,5 триллиона тенге только в бюджет. Вот этих 2,5 триллиона тенге, если льготы вернуть, этот вот как раз у нас будет устойчиво, как в Норвегии, когда они свой нацфонд, который он у них называется пенсионный, ну, косвенно, они там накопили большие деньги. Полтора триллиона долларов. И налоги там гораздо выше, чем в Казахстане. Мурат, мы с вами образовали, так сказать, философию вот нового налогового кодекса, я вижу, что принципиальных изменений нет, богатые не поплачут, те 162 человека, которые владеют 55 процентами благосостояния Казахстана, о которых говорил президент Токаев 21 января 22 года на встрече с крупным бизнесом, да, и эти льготы, как вы говорите, они сопоставимы с ежегодным изъятием из национального фонда, то есть вот с чего надо начинать. А так ситуация принципиально с введением нового налогового документа, она не меняется. Я бы и так не так вопрос ставил, вот вы перевели стрелки на самых богатых, это не так. Я говорю, самые большие льготы получает у нас сельское хозяйство. Ну, назвать наше сельское хозяйство супер богатыми и так далее этот, тут вопрос в чем? Вместо проведения рыночных реформ, вместо сделать частную землю, сельскохозяйственную землю, дать частную собственность, создать рынок, то есть конкуренцию, чтобы эффективность росла, мы ее закидали субсидиями, закидали льготами, а эффекта как не было и нет. Вот говорят, у нас дробление идет, малый бизнес, средний бизнес, идет дробление, надо как-то административным путем с этим бороться, но оно всегда будет так, если нагрузка на средний бизнес выше, налоговая, на малый бизнес меньше, тут нужно опять использовать международные. Ну, вроде бы, в этом налоговом кодексе ставится преграда для дробления бизнеса, которая, да, действительно является болезнью. Это чиновники будут выявлять, кто акционер здесь, кто акционер, это не работает таким способом, административно это не сделаешь, опять, это создает новые коррупционные возможности, нужно отрабатывать рыночные механизмы. Там, где чиновник будет сам решать, где дробление, где не дробление, это только возможность опять для получения взяток и все. Это опять ручное управление экономикой, от которого надо уходить уже. Ладно, мы обсудили налоговый кодекс, так сказать, с философской стороны, я думаю, со специалистом по налогам мы обсудим этот документ предметно. Сейчас перейдем к следующему законопроекту, который 20 июня одобрил Сенат Парламента Казахстана. Это законопроект о госзакупках. И вот, что сказал по этому поводу спикер Верхней Палаты Маурел Ишимбаев. 80% коррупционных правонарушений в стране связаны именно с госзакупками. Это фиктивные факты, взятки, иные правонарушения. То есть, второй человек по иерархии в государстве признает, что система тендеров это главный рассадник коррупции. Скажите, пожалуйста, а в чем именно заключается коррупциогенность этой системы? Система госзакупок это часть системы слишком большого участия государства в экономике и ручного управления экономикой. То, что у нас сейчас какая экономическая система, в рамках которой госзакупки работает, она называется государственный капитализм. Она чем характеризуется? Это слишком большое участие в экономике, как собственника, как собственника бизнеса, самрук, казана, байтерек и так далее. И регулятора цен, вмешательство в ценообразование, экспорт-импорт, субсидирование, нерыночная поддержка бизнеса и так далее. И система госзакупок она как раз вот эта часть этой большой системы, когда государство считает, что оно должно вмешиваться в экономику и таким образом поддерживать отечественный бизнес, чтобы он развивался и так далее. То есть если взять полноценную рыночную экономику, ну предположим там европейскую, там государства собственности государства бизнеса мало, оно не регулирует ничего и соответственно когда государство мало вмешивается, размер госзакупок в целом в экономике будет очень маленько. То есть чтобы решить проблему в госзакупок надо не пытаться там косметически здесь подкрутить, здесь коррупционность попрутаться, это нужно просто менять экономическую систему, как вот вышел отличный указ о либеризации экономики, о снижении участия государства в экономике. Тогда если будет кардинальная приватизация, сам рука оказана резко съежиться, его мало будет, государственных закупок и влияния будет мало, сами госзакупки мало будет. Сейчас почему-то у чиновников считают это вот, и они вот если посмотреть промышленную, закон о промышленной политике и так далее, это чуть ли не один самый главный элемент попытаться сделать предприятие конкуренто способен. Но когда не рынок решает кому дать денег купить что-то это, а когда сидит чиновник хоть как-то избавляйся коррупционный элемент коррупционный всегда останется. Скажите пожалуйста, а когда в Казахстане появилась система госзакупок? Где-то после кризиса 8-9 года. А это случайно не всемирный банк нам ее навязал? Вот здрасте. Вы явно не читаете отчеты Всемирного банка. Не скажу, что это мое настольное чтиво. Ну я читаю регулярно, потому что это как говорится МВФ, ОСР, Всемирный банк, Азиатский банк развития все рекомендуют снижать участие государства и не использовать как инструмент развития производства или бизнеса использовать госзакупок. Это откройте любой документ, все говорят это зло, госзакупок, надо размеры госзакупа уменьшать через снижение участия государства в экономике и рыночном то есть ресурсы финансовые особенно а это финансовый это закуп идет должны если будет место сам рука или там министерство образования будет работать частные это то частные по другому работают выгодно не видно эффективно не эффективно есть у тебя связи нет у тебя связи то есть это не что-то завезенное это наше собственное изобретение которое адаптировано под нужды чиновников а автора вы не знаете автор тот кто создал систему экономического как государственного капитализма в Казахстане я считаю это первый президент который поменял направление то есть понятно что это Назарбаев ответит за все а конкретнее кто-то из финансистов может быть это сочинил из экономистов это коллективное решение я так сказал я вижу порочность этой системы в том числе и в голландском методе проведения тендеров когда объявляется самая высокая цена лота затем она снижается и она часто снижается ниже разумной планки то есть ниже стоимости реальной работ и причем в цене сидит обязательный откат и в итоге это прежде всего сказывается на качестве работ которые мы встречаем повсеместно потому что на такие деньги ну простой пример допустим кладут плитку не делают ее бетонной подушкой что обязательно по стандартам а сразу кладут просто на землю и потом идет круговорот этой плитки и брусчатки в природе каждый год меняют то есть денег хватает только на халтуру вот что вы думаете про этот голландский метод эти методы голландские не голландские то есть голландские это не законом нету обязательства какой метод используется тендеров по-разному каждое ведомство использует одно другое некоторые из одного источника некоторые начинают выстраивать требования так как будто она знает заранее кому она хочет продать самое главное что все в руках чиновник то есть чиновник решает кому дать деньги кому не дать и всегда туда закладывается вот эта коррупционная маржа то есть это не зависит от методов торгов это никак не исправит хоть как-то электронным способом этот всегда можно выстроить сам тендер таким образом что он в любом случае попадет убрать неугодных связанные ну косвенно никто связь эту не найдет своих туда понаставить сделать искусственный тендер то есть это никогда не прекратится пока чиновник не перестанет распределять считать вот это выгодно это невыгодно это то есть опять вернусь к этому глобальному проблему это распределять деньги в экономике должен быть рынок частный собственник но никак не чиновник то есть тут надо глобально смотреть ну в принципе тендеры это имитация конкуренции чаще всего но есть там один такое одно родимое пятно в этой системе где даже эта имитация исчезает это называется тендеры методом из одного источника вот я помню лет 10 назад вице-министр финансов руслан доленов выступаем и жилища сказал что в системе госзакупок в сфере строитель строительной и дорожно строительной лоты стоимостью выше одного миллиарда тенге там сто процентов эти тендеры проводятся через методом из одного источника то есть это прямая адресная прямое адресное заключение контракта заказчика с поставщиком то есть это прямая коррупция да и я вижу что вот в новом законопроекте метод из одного источника остается правда ставят планку там 4000 мрп тем не менее скажите а в этом законопроекте что-то принципиально поменялось разве могут быть пчелы против меда в любом случае остался выбор различных методов торгов тот же из прямого источника осталось тут я говорю тут как сказал сантехник систему сменять надо то есть не сокращать возможности сокращать размеры вот этих госзакупок убирать государство только таким способом мы сможем убрать коррупционную возможность другого у меня ответа нет мурат спасибо вам за ваши комментарии всего доброго спасибо до свидания с нами был экономист советник председателя правления халык финанс мурат тимирханов а вы уважаемые зрители и слушатели подписывайтесь на канал гипербореи нажимайте на колокольчик будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комментарии размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях чатах мессенджерах пабликах и группах и всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку нашего канала гипербореи коков А для потенциальных рекламодателей я оставлю на экране адрес своей электронной почты. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Завтра в понедельник вы увидите третий выпуск новой программы «Вперед в прошлое». Сау-баланс-дар! Грей, 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 гиперборей, грей, 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 грей. Это супер!